Про таком, ну, вряд ли кто-то действительно предполагал, что настолько будет плотное и равное противостояние. Ну, по крайней мере, если смотреть на результат, да, если брать там в расчет статистику и все остальное, возможно, конечно, не таким уж и равным оно получилось, но факт, результат 2-0 всего лишь. А вот у Динамо не самые, скажем так, думаю, своим болельщикам они, конечно, нервы иногда. Да, ну, конечно, не специально, но все-таки любят потрепать. Ну что ж, у нас борьба у дальнего борта. Динамо пытаются развить что-то перспективное и интересное у ворот соперника. Ну, пока что ничего особо не получается. И вот это неплохой дриблинг здесь, здорово. Руслан Каграманов развивает атаку своей команды. Ну, правда, соперник тоже неплохо встречает. И прорваться не получилось. Борьба у ближнего борта. Да, шайба на льду. Достают ее хоккеисты Динамо. Продолжат свою позиционную атаку. Все еще пока Динамо. Ну, можно попробовать и бросочек оформить. Ну, чтобы подобраться как-то к воротам. Динамо, скажем прямо, ну, не получается. Да, и теряют в итоге они шайбу. Ну, пока что не может Ростислав Агапов выйти. Находит передачу вперед на Дмитрия Афанасьева. Там, и опять назад. Ну, надо, надо подрастянуть здесь оборону соперника, чтобы появилось, да, какое-то пространство для того, чтобы наконец-то развить атаку. Интересная задумка по передаче была, но прервана она оказалась. Не сумела шайба проскочить. Валерий Савин передачу выдавал. Ну, и здесь уже Динамо у нас отвертную атаку развивало. Тоже ничего добиться не получилось. Но в отборе Илья Панин здорово работает. Илья, шикарная передача. Дальше продолжение явно заготовочка. И все еще не глядя продолжает свою распасовку хоккеисты Динамо. Гурбан Лематов. Бросок. И, ну, опять же, для тех, кто только подключился, напомню, да, что у Динамо игры по отрезкам, которые они провели в меньшинстве, постараются вернуть инициативное преимущество в свои руки. Вновь Динамовцы скорость набирают, будут врываться. Прошу прощения, Карелия, конечно. Динамо у нас попытались как раз контратаку развить. Что-то как-то интересного ничего добиться не вышло. А вот это шикарный перехват и передача. Ну, наверное, это было лучшее решение. Через Чистаков пробиться там было просто невозможно. И в упор шайбу затолкать здесь тоже не получится. Все закрывает пока что Кирилл Голубев. Так, а здесь сохранить шайбу в зоне соперника. Удается, удается это сделать Карелии. И немножко борьбы у борта применить тоже можно. Оставляют пока что. Нет, нет. Динамо на перехвате наконец-то смогли сработать. Но недолго они шайбой владели. И возвращают ее игроки Карелии в зону соперника. Роман Фысына прижимает его к борту. Потерял он шайбу. Ответная атака развивается. Бросок. Это опять на месте, в том числе у Карелии. А вот тут опасный момент. Бросок. И надежен вратарь. Еще одна попытка. Вратарская, скажем прямо, довольно серьезная. В составе Кондопоги. И вратарем в какой-нибудь команде, которая только и делает, что забрасывает шайбы, как Спартак. Тот же Дай не дает своему сопернику моменты опасных создавать. Здесь работы того вратарей, конечно, немало. Ну и поэтому у них есть возможность себя проявить. Итак, сновь у нас в атаке. Вот тут игроки Динамо. Вот это опасно. И арбитр вскидывает руку. Будет сейчас, по всей видимости, у нас с вами удаление в составе Карелии. И в шестером попробуют развить атаку хоккеиста Динамо. Получится или нет? Вот интересный вопрос. К дальнему борту передача. Надо просто оставить вот этот прорыв, где шайба, и накрывает ее. Ванислав Давыдов. Вот здесь вот он правила нарушил. Ну да, да. Перед ним в этот момент находился Руслан Каграманов. Точнее, позади него. Мы не могли однозначно этот эпизод идентифицировать в процессе противостояния. А тут еще один опасный эпизод. И что? Не сумел Богдан Носачев приподнять шайбу после того, как ее отбивает вратарь. Еще раз смотрим. В какой-то степени он простил сейчас своего соперника. Если бы Богдан шайбу приподнял чуть-чуть, он бы ее просто перекинул через вратаря. А вот тут перспективно. Два в два. Передача слабенькая получилась. К сожалению. Или к счастью. В зависимости от того, за кого вы болеете. Этот бросок к результату не приводит. Плюс еще и Иван Рябкин здорово отрабатывает. В защите. Ну, во... И вот оно есть. Шайбой будут хоккеисты из Кондопоге. Однако так быстро. Ох, потеря какая опасная. Бросок и... Шайба куда-то улетела. Вообще непонятно куда. Опять-таки борьба у ближнего борта продолжается. Вытаскивает ее Динамо в С. За ворота. Задбунка хорошая была. Но это прочитали. Передачу на Ивана Рябкина. Опять-таки Динамо. Сохранят пока что контроль над снарядом. И вот такая безадресная передача. Хоккеисты Карелии. Ну, не получается. Не получается шайбу отнять в зоне соперника. Тут играть уже осталось совсем немного времени. Так, падение. Все в рамках правил. Сразу поднимается игрок Динамо. Все в порядке с ним. Опять-таки интересная передача. И вот он о том, что, скорее всего, в этом периоде уже ничего сверхъестественного произойдет. И не успеет. Хотя, кто знает, вот это было довольно опасно. Момент. Итак, ну что ж. Не получилось организовать взятие ворота. Это несмотря на то, что были удаления. Ну и до сих пор, в принципе, не так уж и много времени. Вопрос, сумеют ли они им воспользоваться. Во втором периоде вообще поменяется ли у нас структура игры. А пока напомню вам, что статистику, конечно же, всегда подводят на сайте Олимбет молодежной хоккейной лиги. Но пока что давайте за этой борьбой все-таки посмотрим, и чем она по итогу закончится. Тем более 10 секунд остаются большинства. Есть хорошая передача. Но тут много отворотовя зависит. И в пустые ворота шею переправить не получилось Динамо в ЦАМ. Вот это да. Момент был шикарный, упущен. Это был, наверное, броски в сфор. Но тут уже все интереснее. 9 на 13 уже кажется, что процент реализации. Ничего себе! Как так пропустили соперника. Но в любом случае Клим здесь за свою команду подработал. Здорово! Здорово! Ответная атака. А будет сейчас Карелия. Бросок. Ну и здесь тоже надежен оказался Кирилл Голубев. Ну, паста. Но все-таки вратарь сказал не сегодня. У нас очередное вбрасывание. И вновь в шайбе будут все. Игроки Динамо опять врываются. Там арбитр уже руку вскидывает. Нарушение правил было. Можно в шестером попробовать давление на ворота соперника организовать. Опять у нас Динамо удаляется довольно активно. Итак, вновь у нас вбрасывание. Опять большинство для Москвы. Но пока что вообще ничего не получается просто у Москвичей. Абсолютно ничего. Единственный выход по сути вот такой прям, да, яркий. Один с автором. Вот здесь неплохой дриблинг был. Ох, как опасно! Но спокойно смогли разобраться и таки к Карелиям. Шайба все еще у Тинамо, видимо, не закончится сейчас. Динамо. И... Распособочка! Бросок! Ему не дают передохнуть. Вообще безостановочное давление от динамовцев. Но Клим справляется пока что со всем. Ну, по сути, единственный провал в обороне серьезный у Карелии произошел, когда был выход один на один Матвея Максимова. Но он им воспользоваться не сумел. А значит, опасных эпизодов и не было больше. Итак, Динамо. Еще один бросок, ну так, сходу от Ивана Рябкина. Он оказался заблокирован. И Карелия у нас в полном составе. Вновь все довольно неплохо. Опять же, для тех, кто не слышал, что на то пошло. Но здесь как будто вероятность сюрприза пока повыше. Итак, Динамо. Ох, какая потеря от Карелии! Ну, Клим Гульковский выручает здесь свою команду, конечно. Однако на этом не собираются останавливаться, по всей видимости. Динамо сегодня у нас будет сейчас у ворот Клима. Вот оно есть. И, кстати, Карелия, по-моему, это уже третье выигранное вбрасывание подряд. Ну, здорово же, молодцы ребята. Опять выходят в атаку. Но опять как-то не очень внятно получается. И вновь Динамо отрабатывают в обороне. Хорошая ответочка. Динамо намечается. Передача. Бросок там, слышу, щитки включаются. Видно, к сожалению, не были Ростиславу Агапову. Там все надежно получилось. И вновь у нас ответная атака. Уже будет Динамо. Здесь главное не нарушать. Главное не нарушать, потому что видел я, что цепляют уже, да, Макара Ханина как будто бы. Но все-таки по правилам все получилось. Опасный не случился. Конечно, очередное удаление в составе Карелии было бы явно ни к чему. Это опять бы позволило вернуть, наверное, преимущественно инициативное Динамо. Очень опасно здесь у ворот. Клима. Гульковского. И на скамейку оштрафованных отправляют у нас Павла Ракова. Очередное большинство для Динамо. Очень активный. Аниша, все-таки залетает. Но рано или поздно это должно было произойти. И как же вам? Макар Ханин, по-моему, становится автором этого взятия ворот. Ну, убойная позиция была у Макара. Шайба вообще прилетела в руку, да, Климу. Он ее кащит. Надежностью не блещет. Очень много работы у Клима Гульковского. Это проблема. Это проблема. С этим надо что-то делать. Надо дотерпеть уже в концовочке периода. Опасно. Но шайба в ворота не заползает. Ну, точно Карелия в нокауте. Как-то растерялись совсем полевые. Оставляют своего вратаря одного в защите по факту сейчас. Надо возвращаться в игру срочно. Счет всего лишь 1-0. Понятно, что столько сил было потрачено на то, чтобы первыми взятия в ворот организовать. Но это же не значит, что надо вот так вот действовать. После того, как пропустили. Карелия. Есть бросок. Выше ворот шайба улетает. На перехвате Динамо. И парашютик пошел. Но его ловит. Девятый номер. Меня именно Рябкин. Однако Динамо все равно сумели шайбу перехватить. И продолжают прессинг еще одно. Итак, очередное вбрасывание. Ждет на суморот Клима. Русислав Агапов поборется здесь за шайбу. И ее цепляют игроки Динамо. Сразу же даже бросок попытались предпринять по воротам соперника. Но не удалось результата добиться никакого. Так, вновь у нас Динамо с шайбой. Динамо Матвей Максимов. Есть передача вперед. За ворота. Ох, пространства довольно много. Но успевают быстренько откатиться. Хоккеисты Карелия. И попытаются сейчас развить какую-то контратаку. Но вновь там передача за ворота. Карелия. Шимборту. Здорово. Без офсайда. Но не получится шайбу первыми зацепить. Там надежно все контролировал 85 номер Марио Паталаха. Ответная атака Динамо. Тоже, кстати говоря, не очень впечатляющее здесь получилось. Ох, падение. Но все в рамках правил. Центрол. Итак, Ростислав Агапов отправляется на скамейку оштрафованных. Ну а у нас тем временем Динамо. Неплохая передача. И задумка шикарная. Но игроки Карелии успевают здесь в этом эпизоде разобраться. И опасность нивелирует. Вновь в атаке. Будут у нас Динамовцы. Ну что, куда здесь можно сработать? Розыбережь. Треугольник классный. Как же хотят реализовать свое большинство игроки Динамо. Но тут потеря. И вот она ответная атака. Бросок. Тут же. Очередное вбрасывание. Да, все суперудачно, конечно, для Динамо. Еще один опасный бросок. Соперник максимально серьезный, если уж на то пошло. Итак, у нас опять вбрасывание. И Шайбай будут хоккеисты. Карелии, кстати говоря. Можно попробовать что-нибудь интересное тут создать. Не получается. Учебадение. Но Динамо, Шайбай врываются в зону соперника. Плохая задумка по передаче. А Карелия-то пытается борьбу навязывать. Но не получилось. Да, за Шайбой тут никому зацепиться. Хотя у Ильи Кобица были неплохие шансы. Динамо. Видите, что передача. Выдать. Шайбай от Динамо. Вырывается в зону соперника. И вот хороший перехват из Карелии. Можно попытаться что-нибудь интересное придумать. Выход 2. Ох. Ну, просто чтобы Кирилл Голубев как раз-таки придумать ничего не сумел. И так опять вбрасывание. И вот сейчас Динамо будут Шайбай. Да, видимо, я это предсказал наперед. Хотя Карелия здорово своего соперника встречает в тот раз. Валерий Савин. Очень активен Валерий сегодня. Но, к сожалению, это никак не выливается в заброшенные шайбы. Розыгрыш хороший. И некому, некому надрыва не сработать. Да и там, ко всему прочему, на подборе первые игроки Динамо оказались. Вот так вот переправляют Шайбу просто в зону соперника. Динамо еще и цепляются под бросок передача в офис. Там с неудобной по итогу. Очень сумбурная атака у Динамо. Но заставляют по итогу поработать Клима Гуликовского. Еще одна передача. И по борту просто отрабатывают хокисты Карелии. Правда, в этом особо смысла нет. Потому что Шайбай все-таки тяжело проходит встречу Карелии с командами золотого дивизиона. Динамо в полном составе. Карелия с Шайбой. Можно попробовать вратаря снять. Но пока как-то в этом плане не торопится у нас. Игорь Велькер. Передача к дальнему борту. Там падение. Ну тут все в рамках правил будет. Продолжается борьба. Ототвигают. Интересно тогда. Евгения Новикова. Кстати, Евгений сегодня вообще не заметен. Вообще не заметен абсолютно. Динамо на перехвате. Здорово. И, кстати говоря, Иван Рябкин тоже себя не особо проявляет. Опять Шайбай Карелия. Плохая передача. Дальше в центральную зону зашли. Без проблем. Но тут Чистаков. Как из него прорваться? Пытается это сделать. Но он один. Он один. Тяжело что-то предпринять в такой ситуации. Динамо. Хорошая передача. Бросок тоже интересный. Но там Шайба в ворота не попадает. На 30 секунд до конца этого противостояния. И слышим мы свисток арбитра. И похоже, что здесь у нас с вами сейчас произойдет небольшой конфликт. Да, в общем сейчас.